пожалуйста у нас тут мы сегодня начали почти вовремя не переносили но а Продолжение следует... 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 Вот. Второе. Кто будет все-таки писать сообщения в основную нашу группу, если эти сообщения все-таки не будут связаны с необходимостью для Минцифры, учета каких-то позиций, мнений и так далее, наверное, здесь я попрошу нас понять, договориться о следующей процедуре. Значит, все-таки процедура предлагается следующая. Мы будем писать, наверное, сначала в личку, что просим больше этим не заниматься, а если все-таки в личку наше сообщение, ну и поведение участника нашей группы не поменяется, тогда, к сожалению, будем блокировать. Потому что, еще раз, мы все находимся в такой стадии супермобилизации, значит, нам очень важно здесь, ну, очень эффективно работать с вами с точки зрения обратной связи, вот. И в этой части очень прошу нас понять, вот. Если, значит, да, вот вижу, что есть поддержка даже каких-то наших позиций, но поэтому давайте, если ни у кого, по этому пункту нет каких-то соображений, если у кого-то есть, вот возьмите слово, значит, и скажите, с чем вы не согласны. Но это просто, ну, как бы для нас рабочая необходимость, это никак не ограничивает вас в высказанном мнении, просто кто-то немножко, мне кажется, этим правом злоупотребляет. Вот. Поэтому, если в целом окей, тогда мы принимаем этот алгоритм, будем двигаться так. На всякий случай я попрошу своих, Маш, тогда можно еще раз вот эти вот правила, которые я обозначил, опубликовать, создать чат, где, собственно, уже... Мы его как-то будем краем глаза смотреть, но вряд ли мы будем, значит, реагировать на эту ситуацию, вот, как на каждое сообщение. Вот. Потому что я, например, выложил вчера свое письмо, письмо у меня занимает ровно там страничку текста по поводу, значит, рекомендаций субъектам предоставить определенные льготы. Вот. Но я просто видел огромное количество... Да, мы накосячили, когда мы в карточке в нашей, это не совсем корректно отразили, но лежит само письмо. Там, в общем, все наше предложение умещается в три очень предметных, конкретных абзаца. Значит, при этом я все равно вынужден отвечать на вопросы, значит, что с шести до одного сделали, а с пятнадцати, вот там, где разницы, значит, не сделали. Хотя в письме, в явном виде это написано, что, значит, началась дискуссия по поводу того, что малый бизнес будет освобожден, который только имеет продукты в реестре, когда у нас написано либо продукты в реестре, либо... Или, значит, аккредитация как IT-компания. Вот. Поэтому, коллеги, здесь... Ну, и это просто неэффективно, потому что эти вопросы по существу мы без внимания оставить не можем, вот, но они теряются, в общем, как бы, да. И большая просьба там... Ну, я понимаю тоже, что люди все работают, нельзя, значит, читать, наверное, адекватный человек не может читать все там сто экранов наверх каждый раз, когда у него возникает минутка, и он теряет, в том числе, наше сообщение в этой части. Вот. Если... У нас есть кто-то желающий выступить по этим правилам? Нет? Все. Хорошо. Супер. Значит, давайте начнем с принятых решений. Собственно, как это? Сводки с нашего фронта, значит, где мы, значит, позиции удерживаем, где у нас наступление развивается, а где мы немножко в этом смысле там захлебнулись. Вот. Значит, первое, значит, как вы, наверное, уже знаете, вышло постановление правительства по поводу отсрочки от армии. Значит, в том числе, по итогам обсуждения с вами, с нашим оперштабом, где крупные ассоциации участвуют, в нашем варианте, значит, постановления проекта, мы предлагали распространить эту отсрочку, в том числе и на работников, которые имеют среднее специальное образование, профильное, значит, и по, значит, системообразующим компаниям не делать исключения для... Ну, для работников по, значит, тому образованию, которое они получили. Значит, по факту у нас ситуация следующая, значит, нам практически все, что мы хотели, удалось отстоять. Более того, мы смогли отстоять в дискуссиях с Минобороной, значит, максимально широкие перечень, значит, специальностей высших учебных заведений, которые позволяют в случае, если, значит, работник с этим образованием в IT-компании трудится, значит, он получает отсрочку от армии. Значит, у нас там, по-моему, 75 специальностей в итоговом списке, в том числе нам удалось добавить статистику и еще определенные виды специальностей, которые здесь вот в чатах мы от вас обратную связь получали, вот. И в этом смысле, ну, как бы мы тоже, с другой стороны, имеем определенную критику, что, значит, сейчас молодые люди пойдут только найти специальности. Вот, у нас 75 наших позиций включает весь широкий спектр, значит, и инженерных специальностей. Вот, в этом смысле, ну, как бы какого-то оттока с инженерных специальностей мы считаем не произойдет. То есть человек там может, там и строительство космических аппаратов, и летательных аппаратов, и, не знаю, кораблестроение у нас, такого рода специальности есть. Значит, статистика, и радиофизика, и ядерная физика. В общем, все, кто, значит, и в этом смысле это определенная наша победа, потому что мы смогли протащить максимально широкий перечень специальностей. Ну, естественно, он не включает экономику и менеджмент. Значит, здесь вот позицию нам, как будто отстоять не удалось, ну, и понятно, что она такая изначально немножко слабая. К сожалению, нам не удалось отстоять позицию по среднему специальному образованию с теми поправками, которые мы обсуждали на последнем вебинаре. Пока, значит, ситуация такая, наверное, мы можем к этому вернуться после первого опыта, значит, реализации того положения, которое есть. Но, к сожалению, пока, вот. Значит, еще раз, если специалист получает в этом году диплом, то у него есть год, чтобы устроиться на работу в аккредитованную компанию. Вот. До этого момента его призвать не должны. Это у нас в постановлении правительства находится. Второй пункт, значит, если... Очень важно, потому что это была посвящена большая часть дискуссии, значит, в принципе, мы говорим, что у вас для того, чтобы получить отсрочку, в предыдущий период должно быть не менее 11 месяцев из 12, значит, работа в аккредитованных компаниях. То есть в этом смысле мы говорим о том, что понятно, что за предыдущий период 11 месяцев ты должен работать из 12, вот. Месяц мы берем на всевозможные смены работы и так далее. То есть если человек работал в аккредитованной компании, перешел в другую работу, там, на другую работу, в другую компанию, то у него вот есть месяц, совокупный из года на все эти переходы, и в данном случае это как бы считается, отсрочка не слетает. Это очень важно. Значит, мы сейчас выложим перечень специальностей сегодня. Вы посмотрите, значит, но мы принципиально договорились, что если мы какие-то специальности в этом смысле посчитаем необходимым добавить, то на следующем этапе мы сможем к этому вернуться. Вот. Вот. Да, сейчас дойдем до этих вопросов. Значит, проект постановления правительства действительно не опубликован. Мы ждем этого, это чисто процедурная история внутри аппарата правительства. Значит, мы ждем публикацию либо сегодня, либо завтра. Ну, то есть это, к сожалению, нас не зависит. Значит, постановление подписано, мы ждем сам документ. Вот. Естественно, у нас есть версия, которая, значит, согласована, но просто... И поэтому я вам говорю те позиции, которые-то вошли или не вошли. Значит, вот. Но мы ее не можем давать, мы ждем опубликования официального, значит, на тех площадках, которые, значит, как там у нас, портал правовой информации, сайт правительства, в общем, для того, чтобы он получил официальный статус. Вот. Еще очень важный момент, который я хочу, чтобы тоже все услышали. Значит, если компания, которая... А, вся процедура будет в электронном виде, то есть, условно, за определенный срок, какой там, 60 дней, 50? За 50 дней до начала призыва. Значит, в электронном виде через портал госслуг, аккредитованные компании подают списки сотрудников, значит, которые, по их мнению, соответствуют критериям, имеют профильное образование и соответствующий там стаж работы. Вот. Соответственно, заполняется все в электронном виде. Значит, у нас идут так называемые автоматические межреты проверки. Мы смотрим реально там, значит, диплом подлинный, неподлинный. То есть, он есть в реестре дипломов, который ведет Минобранауки по высшему образованию. Мы смотрим реально из ПФР подтверждение, значит, опыта работы. То есть, все, что можно проверить путем запроса к ведомственным системам, значит, это все автоматически делается. И, соответственно, мы компании говорим. Значит, из этого списка, соответственно, столько соответствуют критериям, столько не соответствуют. Значит, вот. Но проблема в чем? Проблема в том, что если кадровик работодателя не будет проверять эти данные, то, значит, есть позиция Минобороны о том, что, значит, будет определенная ответственность для этих компаний. И в этом смысле мы ее тоже поддерживаем, вот, что эти компании, если они заявляют, значит, на отсрочку тех, кто не имеет права, значит, или там не имеет диплома, или диплом, который был заявлен в списке, значит, не является подлинным, то компания рискует потерять льготы, коллеги. Это не норма жесткая прописанная, но я хочу, чтобы вы все понимали ответственность. Компания в этом случае слетает с аккредитацией, и компания перестает получать возможность пользоваться льготами. В этом смысле нам кажется, что это честное разделение рисков. Все, что мы можем на своей стороне проверить, мы проверим. Значит, и после этого список отдаем Минобороны тех, кто соответствует формальному критерию. Вот, но, значит, если вдруг окажется, что у нас там много подложных данных, ну, я не знаю, наверняка все сталкивались с оформлением ВИЗ, значит, в своей жизни. Там написано, что в случае недостоверности описанных данных, значит, отказано, может быть, ВИЗе и дальше во въезде. Поэтому здесь мы тоже об этом говорим. Так, по отсрочке все. Если есть вопросы по отсрочке, готов ответить. Давайте. Компания теряет все льготы. Компания теряет аккредитацию. Если она теряет аккредитацию, она, соответственно, теряет все льготы. Поэтому в этом смысле, коллеги, большая просьба ответственно относиться к этим спискам. Вот список. Еще раз. Единственный критерий, который остался... Два критерия. Человек работает в аккредитованных организациях, в аккредитованных организациях работал 11 месяцев с 12 предшествующих призывов, значит, предшествующих формированию списка. И второе, соответственно, у него есть профильное образование, одна из 75 специальностей, которые, соответственно, ну, значит, вот. Вот. Если вдруг массово, значит, понятно, что мы все понимаем, что есть человеческие факторы, ошибки и так далее, но если мы вдруг начинаем видеть это как системную позицию путем подтверждения межрепроверок, то здесь нас не удастся в этом смысле обмануть. То есть у нас цифровизация сейчас все-таки в госорганах в очень высокой степени зрелости находится, поэтому понятно, что у нас есть через СМЭФ все проверки с ПФР, с налоговой, с реестрами на Барнауке. Да, поэтому мы говорим. Если вдруг окажется, что какие-то грязные данные, какие-то ошибки, и человек может доказать, что, ну, там, я не знаю, там, у него есть диплом, а почему-то в реестре на Барнауке его нет, ну, соответственно, будем эти кейсы разбирать в рамках, ну, как бы, инцидентов здесь. Вот, но понятно, что не любая ошибка автоматически придет к тому, что аккредитация слетит, вот, но если это будет как-то более-менее, вернее, системно и характерно носить, то, конечно, мы будем тогда решать компанию аккредитации. Вот, мы это будем вписывать сейчас в порядок аккредитации компании. Коллеги, давайте, готов. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Александр Ромащенко, можно маленький вопрос спросить по отсрочке, рассмотреть конкретную ситуацию, потому что, мне кажется, что не все возможные варианты рассмотрены. Вот у нас есть специалист, он в этом году заканчивает свое обучение, и диплом получит, ну, ожидаемо, как обычно, летом, в июне или в июле. И, тем не менее, была информация, что списки таких сотрудников нужно предоставлять до 1 мая. Как вот в таком случае поступать? И, соответственно, стажа у такого выпускника еще нет, потому что он доучивается. И в конце маленький вопрос хотелось бы все-таки уточнить, потому что нет информации, есть ли какие-то новые сведения по ИП, по аккредитации ИП и по требованиям. Лидия, давайте еще раз, мы идем по порядку, этот вопрос мы отфиксируем. Тогда по армии. Да, по армии, значит, еще раз, у нас, по-моему, призыв идет два раза в год. Значит, по технологии за 60 дней до призыва вы сдаете эти списки в Минцифру, значит, Минцифра сдает списки в Минобороны за 30 дней, да? За 30 дней. То есть у нас 30 дней на то, чтобы, за 50 дней, да? За 50 дней до начала призыва, значит, мы должны сформировать списки, вы должны нам подать вот списки, и, соответственно, за... Вот у нас 20 дней на формирование списков, проверки, значит, уточнения, ошибки и так далее, и за 30 дней до призыва мы сдаем их в Минобороны. все призыв два раза в год поэтому нет слова 1 мая нам и так далее вот первом я был по моему только для весеннего до призыва оговорка да в этом году у нас есть оговорка что 1 мая мы должны эти списки внести да потому что но до 1 июня до 1 мая нам списке да до 1 июня да мы планируем форму запустить на портале на числа 15 апреля поэтому те кого прям это горит значит 15 апреля до 1 мая должны будут подать соответствующие списке так ответил на вопрос да значит по поводу иностранных дипломов значит здесь вопрос их признание соответствующие как вот в рамках тех вузовских межвузовских процедур высшего образования значит когда они там засчитываются диплом это как же так же как по врачам вот если диплом значит признается эквивалентным российскому то соответственно он будет моем понимании действовать отсрочка на этого человека если не признается эквивалентом то не будет но хороший вопрос давайте мы попросим именно обор науки нам детально рассказать по процедуру какие-то какие-то пояснения дать в этой части вот значит еще раз тут у нас этот вопрос всегда возникает значит если критерий аккредитации наличие наших акведов все значит если акведы есть и как бы мы понимаем что эта история распространяется то понятно что отсрочка будет все коллеги по отсрочки больше нет участие си на вечернем и заучном не попали это тоже мы по итогам прошлой встречи наши вынесли в предложение к сожалению значит коллеги из минобороны считают что это покроет значительное количество людей которые и увеличат в этом смысле для них согласованные цифры но у них есть параметр который был согласован значит вот и они считают что если это мы добавляем собственно мы обсуждали высшее образование по итогам колледжа значит и так далее ну вот пока это не удалось провести так все до отсрочка для всех сотрудников так ну коллеги ну еще раз вот я не знаю мне очень сложно конец я сказал что не удалось нам провести эту меру норму что все работники системы образующей компании освобождаются от призыва вот да ну не получается если сотрудник работал по услуг как самозанят или как гпх не проходит сотрудник должен как бы иметь основное место работы в этой компании это не считается вот коллеги мы сейчас дождемся постановления и сделаем наверное ответы на часто задаваемые вопросы значит вот поэтому вы вопросы накидываете под значит ну естественно как вы их постановлением его публикуем нашем канале и сейчас мы сегодня наверное публикуем 75 специальности потому что мы это можем сделать ну по крайней мере пока у нас есть подтверждение что все они попали в самом сам конечный вариант документа вот поэтому под ним вы можете накидывать вопросы а мы тогда выпустим какие-то системные разъяснения значит на эту тему вот как быть сотрудником это и отделов организации занятых во внутренних разработках но организация не это значит еще раз мы это обсуждали что мы меняем критерии аккредитации в определенном смысле но понятно что здесь нам важно чтобы не все компании добавили наш аквэд все действующие компании на рынке добавили наш аквэд тогда получится что все значит эти работники этих компаний получат возможность освобождения от армии значит многие компании идут по пути выделения значит специализированных дочерних айти компаний это распространено в крупных компаниях я не знаю ржд сбербанк и так далее то есть вот если эта компания небольшая ну то мы эти критерии дать бы уточняем но просто еще раз риск очень понятны если например мы скажем что любая компания которая квад добавила имеет право на отсрочку вот здесь понятная история у нас пока это серая зона которую мы должны описать правила иначе получится как бы любая любое лицо добавила и выпускник любого значит любой инженерной специальности освобождается от от отца от армии это исполнено я не знаю гранаты горнодобывающая вы значит компания добавляет наша квад и все кто соответственно у нее на нижнюю всех работают все освобождаются от армии наверное так нам не удастся сделать нам нужно будет дополнительно это множество описывать значит вот то есть наверное до этих компаний мы будем вводить какой-то критерий доля эти значит сотрудников и так далее ну то есть или долю доходов вот так коллеги если по отсрочке все до любая овощебаза тогда станет эти компании но вот чем мы боимся да и любой там инженер ну любой инженер который выпустился по этим по одной из этих 75 специальностей получит отсрочку да это очень правильно михаил нам помогает здесь за что большое спасибо да есть разнеси разъяснение налоговой она была еще по итогам первого нашего налогового маневра что разработчиков можно вводить в отдельную компанию это не будет считаться искусственным дроблением бизнеса то есть к этому значит претензии налоговые не будут на это распространяться вот так в этой части наверное все да тогда по отсрочке мы заканчиваем значит следующий трек наш это трек связанные с грантами как мы уже сказали что мы начали реализацию комплекса мер по выделению дополнительного финансирования на несколько мероприятий на значит гранты дополнительно мы запрашивали финансирование одновременно с изменением правил выделения грантов на ипотеку и на кредиты значит вчера на свидании правительства значит выделение дополнительных средств но нам на самом деле средства дополнительно не выделяют нам позволяют распределить средства которые у нас есть в рамках программы цифровая экономика для того чтобы обеспечить приоритетные направления то есть фактически мы говорим о том что мы сейчас деньги находим у себя внутри значит снимая их с каких-то проектов инфраструктурных программ для того чтобы прежде всего помочь эти бизнесу вот значит коллеги по ипотеке значит я вынужден прореагировать на обратную связь я понимаю что эта тема в общем такая очень оказалась резонансный вот значит все таки у нас тогда предложение будет следующее значит но это наверное последняя наша позиция мы дальше идти не можем значит вот ипотеке мы наверное тогда сейчас предложим 100 для регионов и 150 для москвы пока порог то есть моего существенным образом мы снизим значит вот дальше посмотрим если окажется что у нас там по итогам этого года будет супер активности мы поймем что словно у нас значит тогда возможно на следующем этапе будем корректировать но пока считайте что вы своей активной позиции нас значит убедили в том что нужно этот порог в этом смысле отпустить готовы это сделать вот будем менять соответственно правила и так далее значит правила по программ ты значит то есть распоряжение о выделении о переспривении денег нам вчера на правительство одобрено значит будет подписано в ближайшие дни значит и по грантам я знаю что много вопросов коллеги я не знаю там давайте тогда те из них которые относятся к рефриту можно будет сейчас задать значит пока у нас новые правила не вышли выделение грант где в том числе стоит вот это изменение 20 на 80 софинансирование но соответственно значит ждем я думаю что там учение там ближайших двух недель они выйдут вот все разногласия мы снимем пока значит у нас есть такие разногласия внутри правительства с другими ведомствами вот значит те вопросы по грантам давайте по ним пройдемся тогда уже потом обсудим льготные кредиты коллеги у кого есть вопрос единственно что у нас с нами сегодня павлов александр значит который отвечает за ирфрит поэтому он может наверно съезжать на ответе на вопросы по ирфриту в гудков тоже с нами павел павел привет извини не знал что с нами поэтому давайте значит давайте сначала какие вопросы по грантам по ирфриту предлагаю записываться значит и задавать на ну тогда ты можешь зачитать и ответить или как сейчас секундочку изменить коллеги добрый день уважаемые руководители этой компании мы как вы знаете там собираем точную обратную связь по тем коротким постам которые сделали в телеграм-канале о тех изменениях которые вошли в постановление правительства плюс мы сегодня опубликовали в том же канале первый проект конкурсной документации как договаривались на предыдущей нашей рабочей встречи вы там видите что те изменения которые мы планировали внести в постановление правительства они там отражены плюс отражена прописана процедура наоборот и мы ждем тоже от вас какой-то реакции мы эту реакцию обобщим мы договорились что до выхода постановления правительства нам процедуру эту запустить по новой конкурсной документации не удастся так как ряд параметров они принципиальные поэтому мы делаем это в параллель с вашей помощью для того чтобы сразу по выходу постановления мы могли но практически день в день публиковаться начинать прием заявок о тем заявкам которые нам приходят через платформу обратной связи единого портала государственных услуг мы их берем в работу мы их обсуждаем проговариваем с экспертами и мы видели там что есть ряд уже вопросов по срокам как только будет постановление правительства мы введем эти заявки в процедуру и будем уже их рассматривать в рамках согласованного регламента вот коллеги вопрос который ранее был задан я его зачитаю подскажите пожалуйста грантовая поддержка power free осуществляется в формате постоплаты мы реализуем проект полностью его финансируем формируем отчет нам возвращается 80 процентов затрат предусмотренных грантом так ли это работает коллеги другой принцип есть принцип возмещения части понесенных затрат в соответствии с подписанным соглашением между компанией между эрфрит и есть текущие расчеты текущие платежи то есть если компания оказалась победителем она зачисляет свои средства софинансирования на специальный грантовый счет эрфрит зачисляет свои средства на этот грантовый счет и в рамках календарного плана и сметы расходов которую грантовый комитет посчитал победившими идет расходование средств поэтапно то есть у нас этот процесс гибкий и мы естественно по всем срокам очень быстро оперативно чутко реагируем из тех которые именно по эрфрит были я выбрал сейчас я читаю все-таки максимальная размер зп какая мы же коллегам хотели увеличить они были что их расстраивает эта история связанная макс удачи в действующей редакции которые мы следовали до этого заработная плата была по верхнему потолку 240 тысяч рублей мы на основе обратной связи с компаниями понимаем что в нынешних условиях это неверная стоимость мы сейчас дали расчеты по увеличению этой суммы вдвое до 480 тысяч а вы говорите что 100 тысяч на ипотеку 480 вон уже это предельное значение ну хорошо значит коллеги еще раз так как он мы сейчас начали чтобы не ждать собственно сбор заявок чтобы вы могли поддаваться для того чтобы защищаться для того чтобы перележить формальную плоскость нам нужно чтобы вышло обстановление правительства поэтому кто подает заранее нет ничто не забыто жена сказать все будут в ротации в отборе вот поэтому здесь проблем не будет мы просто ждем постановление здесь мы немножко двигаемся вперед да можно ли построить дата-центр на гранд нет но нам нравятся такие вопросы в общем что есть у нас такие отважные люди которые будут строить дата-центры на гранты вот да все что касается замещения импортных компонентов безусловно будет предметом рассмотрения грантов вопрос там массовости продукта в котором вы хотите там тот же самый сколь поменять ну если у вас 2 инсталляции надо будет 100 миллионов рублей но вряд ли мы так заявка будет поддержана если это массовый продукт и вы вам нужны деньги чтобы заменить там SQL на Postgre или что-то еще ну естественно значит будет нужна сразу вся сумма на счете или поэтапное финансирование александр здесь вопрос при переходе на этот пропорции финансирования 20 на 80 мы будем просить показать в моменте всю сумму софинансирования на старте и это небольшая сумма при при ну такой пропорции то есть получается что у нас минимальная сумма гранта регламентирована 20 миллионов значит что компания разработчик должна будет показать 5 для того чтобы начать движение по проекту дальше да ну просто у нас тоже риск потому что мы когда меняем существенным образом пропорцию софинансирования и так честно говоря наши коллеги из правительства финансовый блок не сильно это понимает потому что в общем считают что это фактически там ну условно там бесконтрольная раздача денег и когда вы не можете показать 20 в начале проект это конечно создает для нас дополнительные риски вот связанные с тем что ну а вдруг вы не на не соберете денег в размере 20 процентов а мы уже войдем с вами в историю уже часть денег потратим здесь ну возникают чисто наши юридические риски значит по связанные с последующими проверками значит органов коллеги значит почему нельзя тратить гранты на продвижение по продвижению существует отдельная программа значит вот верфи ты у нас получил определенный бюджет на эту историю получила на его в результате подписания мирового соглашения определенного с компанией яндекс значит и значит нашими крупными интернет компаниями значит давайте мы готовым на следующем вебинаре рассказать отдельно про условия и критерии выбора тех продуктов приложений сервисов которые получат грант на продвижение в наших естественно социальных сетях конечно к сожалению или к счастью я не знаю смотря для кого как как позиции значит youtube здесь деньги тратить нельзя вот поэтому это важный вопрос мы вот фиксируем как результат значит и вот действительно вероятность до документации и во всех конкурсных отборов предыдущих периодов было запрещено оплачивать маркетинговые услуги поэтому этот новый инструмент как раз даст компаниям возможность промокировать два разных инструмента инструмент на разработку или внедрение там через заказ как мы говорили или инструмент на финансирование это будет отдельная процедура здесь очень важно потому что мы говорили о том чтобы у нас все-таки была и это очень важный вопрос который понимание нам надо как-то до доформализовать это вопрос преимущества при последующих грантах в случае ты получил успешно выполнен предыдущий то есть если у нас получил грант на разработку какого-то пользовательского сервиса приложения или продукта то понятно наверное что он имеет какое-то приоритетное право претендовать на и грант на продвижение да это очень важно да но просто мы должны формализовать сами правила как они будут ну как есть вопрос там по поводу не поменяется ли чего-то значит ну у нас все может поменяться тоже понятно что решение упускает правительство правительство это куча ведомства у каждого из них свои задачи свое мнение своей позиции так далее то есть минфин смотрит значит чтобы бюджет эффективно расходовался значит минцифра считает нужным поддержать отрасль максимальном объеме минэкономразвития считает что нужно это как бы искать правильный баланс между там этими вещами ну то есть у нас тут своих процедур достаточно поэтому мы считаем что если определенные принципы на которых мы будем настаивать да дальше у нас есть своя процедура что если у нас там не совпадает то мы идем там вплоть до премьера значит и есть лица уполномоченные на так называемое снятие разногласий вот значит еще раз будет ли процедура но будет ли документа но то есть мы считаем что мы все максимальным образом значит упростим так да давайте коллеги видим вопрос по конкурсной документации которую мы разместили сегодня вопрос по коммерциализации через год в размере 50 процентов от суммы гранта да действительно мы от компании которые у нас сейчас уже являются получателями средств получали обеспокоенности что в текущей экономической ситуации сложно прогарантировать что в течение года после завершения реализации проекта его монетизация коммерциализация составит 50 процентов от суммы гранта мы предложили на стадии проектирования постановления правительства изменить этот параметр на более мягкий 25 процентов от суммы гранта и в течение двух лет но настоящий момент мы к сожалению не получили подтверждение что будет поддержано мы продолжаем за этот параметр бороться но возможно что придется какими-то другими способами продлять срок коммерциализации настоящий момент пока исходим из того что 50 процентов на коллеги вот я вижу вопрос тоже по рифриту здесь прежде чем перейдем к выступающим когда будет запущена программа субсидии на покупку российского по слушайте еще раз вот здесь очень важно понимать что значит это не будет означать что любой заказчик может любой стандартный значит продукт 1с а внедрить с 80 процентным финансированием от мин цифры значит у нас две программы первое это значит стандартные сервисы для малого бизнеса которые мы обеспечим возможность покупать 50 процентной скидкой это малый бизнес собственно малый бизнес покупает готовые продукты готовые сервисы значит со скидкой 50 процентов вот мы вторую часть оплачиваем из бюджета и вторая история это крупные корпоративные заказчики которым нужны уникальные решения где есть что-то в основе в базе и условно они хотят доработку этого решения отшить при внедрении это все-таки уникальность этого решения с последующим тиражом то есть мы смотрим окей у нас есть я не знаю там сервис по его я сейчас условно не знаю моделирование значит разработки значит полоста какого-то или скважины этот софт час условно используется компания швенберже или кого-то еще значит вот российские аналоги если есть то они по функциональным требованиям не до ну не соответствует минимальным требованиям заказчика вот и заказчик говорит ребят смотрите у меня есть принципе там компания если мы в нее вложим столько денег то она нам обещает доработать свой продукт до наших требований вот и это конечно приоритетная наша история с грантами конечно мы не можем выделять гранты на значит финансирование андрей киценко я отвечаю горсеров коллеги вот надо четко понимать что это не означает что весь софт который в российской федерации будут продаваться российский значит для корпоративного заказчика получит 80 процентов скидку от бюджета но это просто у нас таких ресурсов нет мы должны очень четко таргетироваться фокусироваться на тех решениях которые нам нужно заменить и по которым у нас отсутствует полноценные конкурентные аналоги вот и собственно комиссии защиты они будут прежде всего значит этому посвящены и последний вопрос значит по поводу тоже много это было тариф яндекс облака и всего остального слушайте но это бизнес мы его не регулируем значит тариф они определяют самостоятельно мы против значит избыточного вмешательства значит тарифа образования когда это не связано с какими-то сложными историями железо подорожало в два раза до с учетом логистики курсовой разницы значит и дефицита ну и поэтому понятно что коллеги будут поднимать цены на инфраструктурные программы все в этой части я закончил давайте пообсуждаем паш ты хочешь что-то добавить в части фонда какие то у тебя есть ответы на вопросы которые задавались до добрый день могу если надо пробежаться по по отдельным вопросам в принципе мы в чате там даем ответы сразу разъяснение но если сейчас есть время могу еще и устно прокомментировать по тем вопросам сомнениям которые были надо ну и все очень коротко просто posso основным позициям просто если они являются массовыми просто чтобы у нас же как бы slavery вот вопрос вот там файт среда булину и так далее то есть там на因为ację вне бюджет пока по новой программа планируется 20 процентов 25 процентов от размера гранта это эквивалентно тому что вот ребята всемуся на 20 от суммы проекта то есть просто как считать 20 процентов от всего проекта или 25 процентов от размера гр ang Пока у нас такие вводные, если там от Минцифры, как мы говорили в прошлый раз, будут другие вводные, но они будут утверждены над советом, будут одобрены. То есть здесь пока так, вот, в проектах документов. Дальше. Когда будут итоги по текущим конкурсам и почему так долго? Ну вот по развитию ЦТ, который в этом году уже был прием заявок, буквально через две недели будут опубликованы итоги. Спрашивают коллеги, там, почему там, ну, потому что много этапов проходит, там, формальный отсмотр, заочная экспертиза. Сейчас у нас на следующей неделе будет очное жюри по тем проектам, которые вызывают вопросы после выездного мониторинга и после заочной экспертизы. И вот через две недели все будет опубликовано. У нас немножко другой подход, чем у Эрфрита. Это связано с тем, что Эрфрит все-таки поддерживает значимые большие проекты и может работать с ними индивидуально. Наш фонд поддерживает тысячи проектов каждый год и поэтому отстроен некоторый конвейер. Поэтому вот мы эти процедуры сейчас сжимаем. По цифровым проектам конкурсы сейчас будут идти быстрее. Здесь надо поблагодарить Минцифру, потому что, конечно, такой здоровый нажим, он позволяет нам внутри фонда цифровые конкурсы приоритизировать и по ним сроки существенно меньше, чем по обычным конкурсам фонда. Поэтому это уже плюс. И что касается масштабов поддержки. Ну вот сейчас действительно в апреле, ну по нашим оценкам, там не менее полусотни компаний будут объявлены победителями. Спрашивают, распространяются ли на них те изменения, которые есть. Но по внебюджету вряд ли, потому что там и так был внебюджет 30%. Если станет 25, 5% погоды не делает. Но какие-то индивидуальные запросы, там по зарплатам эти изменения уже распространятся на действующие конкурсы, это есть. Также был пламенный призыв сделать также у нас в ФСИ, как и в РФРТ, организовать работу. Но мы, безусловно, вот еще раз, надо учитывать специфику, то есть у нас массовая поддержка. Во-вторых, ну мы можем отдельно, вот например, вот только что Александр Сергеевич Павлов говорил, что в РФРТ надо сразу показать весь внебюджет. Вот в фонде содействия, например, это не надо делать. То есть вы не показываете нам эти свои внебюджетные деньги, вы просто их тратите из своих текущих. И многим компаниям это удобно. Но если хотите сделать, как в РФРТ, ну можем сделать, как в РФРТ, но потом не жалуйтесь. Поэтому вы, когда такие пожелания даете, вы так внимательно смотрите. А так, конечно, все лучшее, что будет в РФРТ, мы будем изучать и перенимать, делать и у нас тоже. Что было? Было еще про паки вопрос, но да, у нас программно-аппаратные комплексы поддерживаются. И среди той полсотни проектов, что будет, будут в том числе программно-аппаратные комплексы. Сейчас получим новые приоритеты от Минцифры и сразу запустим в апреле следующую очередь. При этом, опять-таки, надо понимать, что постоянно действующий конкурс, как и в РФРТ, мы, к сожалению, сделать не сможем. Просто у нас мало денег. Мы очень благодарны Минцифре за то, что увеличено финансирование. Но надо понимать, что то финансирование, которое есть, вот сейчас один цикл пройдет, в апреле объявим итоги. Это, по сути, будут выбраны все деньги, которые выделялись на этот год, планировались нашему фонду. Но благодаря Минцифре появится доп. финансирование, мы позволим, мы можем еще одну очередь провести. Но, скорее всего, на этом все деньги этого года и кончатся. Поэтому, если сделать постоянно действующий конкурс, ну, его на весь год точно не хватит денег. Поэтому вот так, если по ключевым вопросам, Максут Игоревич, вроде прошелся, основное ответил. На каждый вопрос постарались ответить в чате. Да, тут Александр Бакланов написал такое вот жизнеутверждающее. Говорит, разработчики не получат отсрочку, потому что у них нет высшего образования, работает меньше год. Льготную ипотеку не получат, так как у них зарплата меньше даже той, которую мы снизили. И нет 5 миллионов на софинансирование. Ну, ребят, еще раз, мы же понимаем, что отрасль большая, компаний много. Ну, и если бы 90% компаний были таких, то, наверное, как это Мира, другие были поддержки. Но, к сожалению, вот, знаете, как это... То есть, получается, у вас работают выпускники колледжей на сумму меньше 100 тысяч. Значит, и 5 миллионов нет на то, чтобы большой 20% своих... Ну, не знаю, здесь, коллеги, я понимаю, что, еще раз, ни одна программа не будет соответствовать всем возможным критериям, всем возможному многообразию IT-компаний. Понятно, что Александр Бакланов, к сожалению... Ну, мы сейчас будем думать, но в данный момент, конечно... Но, все равно, мы не можем бесконтрольно, бесплатно, значит, раздавать деньги всем, кто назвал себя IT-компанией, без критериев, значит, без образования, без доходов. Кому вы вообще помогаете, пишет также Александр Бакланов. Мы пытаемся помочь тому, кто соответствует этим критериям. Еще раз, критерии готовы обсуждать, но... 45 лет, да, ну, хорошо, 45 лет тоже добавим, уже добавили, снизили эти самые... Ну, это последнее предложение, ребят, можно больше не писать мне ничего про ипотеку, это наше последнее предложение, значит, 100-150-22-45, все. Ну, и то я не знаю, как это будет. Вот меня не все поддерживают. Так, давайте, коллеги, кто хочет точно задать вопросы... Пока тут вот тоже смотрю, вот Яна Волконская, ну, вот не надо фейк-информацию распространять, что 1С поднял стоимость лицензии в 10 раз, это не так, это было для очень узкого сегмента с аппаратными ключами импортными на пару дней, потом это решение было отменено. Потому что у них была флешка какая-то импортная, да, насколько я понимаю? Ну, там на те старые версии, которые были с аппаратными ключами, и которых очень мало осталось на складе, подняли в 10 раз, что просто, ну, покупали те, кому надо. Обычные лицензии с программными ключами как стоили в рублях, так и стоят, вообще ничего не поменялось. А вы тут там сразу так пугающе пишете, что в 10 раз цен у 11 выросли. Нет, это не так, не выросли. Слышим, Павел. Хорошо, следующие коллеги тогда давайте, кто хотел... Да, добрый день, Игорь Гулянский, слышно? Да. Здравствуйте, Макс Игоревич, уважаемые коллеги. Вопрос в продолжение прошлых посиделок, тема до полной реальности. Подсмотрел конкурсную документацию Airfreed, первый драфт, который выложен. В явном виде приоритетные направления в документе не сформулированы, есть отсылка к постановлению о цифровой... о проекте. Игорь, можно я сразу перебью? Я понял, к чему вопрос. У нас такой же вопрос был в чате, что когда будет детализированный, уточненный список направлений. Собственно, вот то, что мы сейчас как раз и запустили, предварительно в очень лайтовом режиме сбора заявок на гранты, позволит нам вот эту воронку сформировать. И если мы видим, что у нас есть много предложений на какую-то конкретную тему, по разработку, то мы добавим. Поэтому сделайте короткую презу, отправьте нам ее, и она пойдет в ротацию. Ну... Да, коллеги, еще раз напоминаю, зайдите на портал Госуслуг и заполните през-заявку на гранты. Мы все рассмотрим. Она максимально простая. Там нужна просто преза с несколькими слайдами. Там 10 минут вас потребует, чтобы заполнить форму, может и меньше. Нужна просто презентация, где основная идея проекта изложена, прикрепляйте ссылку, мы все рассмотрим. На основе этого их классифицируем, там, соответствующие предложения, и поставим график защиты публичных. Коллеги, можно еще раз? Большая просьба. Я это тоже, я уже это пообещал коллегам, требование по оформлению документов жестко в ГОСТовом режиме сделать рекомендательным. Оно не должно быть отсекательным, потому что ГОСТы у нас все достаточно олдскульные, значит, понятно, что какие-то гибкие, значит, agile разработки, они все это не учитывают. Поэтому сделайте какие-то, может быть, требования к документам наши, которые будут значительно более простыми, потому что мы это сейчас делаем и для госзакупок, но, очевидно, мы не должны, значит, я не могу представить себе там, кто-то писал аппаратно-программный комплекс для, значит, комбайна, значит, как он будет по ГОСТу его оформлять. Давайте сразу тогда по этому, по военной приемке. Не, ну, я согласен, и, пожалуйста, вот, Паша, это же реально сделать ГОСТу убрать? Или у тебя его нету? Да, реально, у нас такого требования нет. Мы действительно даем это как рекомендацию, потому что это хорошая вещь для того, чтобы систематизировать, но мы никогда не рубим, если оформлено не по ГОСТу, никогда у нас такого не было. Ну, коллеги, давайте еще раз. У нас пока Минцифра работает над обновленным так называемым ГОСТом, там тоже оказалась какая-то гигантско сложная процедура, вот, поэтому мы предлагаем его сделать необязательным. Я этот, как бы, коммит дал, соответственно, ну, пожалуйста, Александр Сергеевич, проконтролируйте, чтобы он не был обязательным, и, то есть, мы можем там рекомендовать, но оно точно не будет отсекательным. Так, да, слушаем вас. Здравствуйте, коллеги. Да, Вячеслав. Вячеслав Володкович, компания. Связь пропала, Вячеслав. На слове «компания» мы потеряли связь. Нет, не слышим. Так долго вы ждали, извиняюсь, но... Слышно? Да. Сейчас, раз. Слышно, слышно. Сейчас слышно. Позвольте, я пока... Давайте пока. Вопросы, компания «Литтел». Вопрос короткий. Можно ли по AirFit с грантом, чтобы заказчиком выступило другое министерство, если продукт действительно востребован, причем востребован не только на отечественном рынке, но он еще пока не полностью готов еще в разработке. Какое министерство? МЧС, спасатели. Слушайте, мы можем, знаете, как сделать? Если МЧС считает, что эта задача нужная и востребованная, они могут нам написать письмо, которое можно приложить к вашей заявке, естественно, это утяжеляет вес заявки. Если у нас кто-то из профильников МЧС это подтвердит, там у них есть зампы в цифре, значит, сильный парень, значит, есть профильное подразделение. Если МЧС скажет, что то, что вы предлагаете реально нужно, это только увеличит нашу, так сказать, мотивацию вас поддержать. Но, естественно, мы не можем деньги МЧС отдать. Это понятно. Нет, здесь идет речь именно о том, чтобы заказчиком выступил МЧС, потому что бюджет не такие большие, как... Ну, заказчик, если МЧС, то это госзаказ, извините, то мы можем просто дать деньги МЧС по другой программе, это не гранты, у нас есть IT-бюджет для обеспечения нужд госорганов. Если МЧС нужна какая-то IT-решение, значит, какая-то там, какой-то сервис, прикладная платформа, значит, вот он пишет нам заявку, мы даем ему денег. Это другая процедура, это не эрфиритовская тема. Дальше стандартный конкурс по итогам, значит, ну вот как он существует, госзаказовский и так далее. Если МЧС готов поддержать вашу разработку, тогда достаточно письма. Это должно быть, МЧС, как бы здесь должен выступать на закупку готового продукта, или это может быть заявка на ОКР? Слушайте, у нас в IT нет, ОКР готовый продукт, то есть мы как бы финансируем разработку и внедрение конкретной технологии. Ну, по-другому спрошу. Если МЧС выступит к нам с заявкой на ОКР, это не блокирует наше участие в орфитовской программе? Я вообще не понял. У нас есть два пути. Первое, значит, вы подаете заявку, и к ней идет письмо с правительством МЧС. Заявка какой-то компании, значит, очень важная. Вот Александр, то, что делает, очень востребованно, и МЧС будет этим пользоваться. Это как бы не финансовое обязательство, не контрактное, это просто письмо заинтересованность. Вторая история, МЧС говорит, слушайте, нам нужна конкретная разработка, дайте нам на нее 5 рублей, мы из этих 5 рублей проведем конкурс, выберем подрядчика, заключим государственный контракт и профинансируем разработку и внедрение. Вот, все. Но только во втором случае, скорее всего, права на эту разработку идут заказчику. Вот. Поэтому вот пока два варианта. Идем дальше. Коллеги, в связи. Как меня слышно сейчас? Слышно отлично, теперь не видно. Но мы готовы... А, и теперь и видно. Я просто, чтобы не маячить, выключил пока камеру. Да могу начинать? А где этот классный парень, который в прошлый раз у нас был? Ну, нет, который был полчаса на картинке. Ау. Да. Да, Андрей был. Да, да, Андрей был. Вячеслав, все. Мы готовы слушать. Здравствуйте, коллеги. Еще раз. Итак, предложение по грантам разделено на две части. Первая в области степени готовности решения на момент получения гранта. Вторая в области критерий оценки потенциальных участников. Итак, первое. Есть проблема. В данный момент, опять же, я основываюсь на той документации, которая сейчас была выставлена перед встречей, а вот которая текущая, работающая. Гранты выделяются на продукты, которые находятся в стадии либо пилотирования, либо проектирования. Это некий формальный критерий. То есть продукты, которые либо в самом начале своего развития, либо которые вообще еще не сделаны. То есть о них только думают. Продукты, которые уже готовы, но не имеют достаточно функционала, они в грантах не предусмотрены. К чему это приводит? То есть когда, пусть допустим, опять же, вот наш пример рассматриваем. У нас есть система виртуализации, которая призвана Microsoft заменить. Есть первая версия, она необходимый какой-то минимальный функционал имеет, установленный у заказчиков. Мы ее можем доработать до того, чтобы она там максимально приблизилась к зарубежным аналогам. Но грант мы под это получить не можем, потому что это не пилотирование, это не проектирование. В начальном этапе это отсекается. То есть в стадии коммерциализации нет. В итоге, то есть мы получаем ситуацию, в которой, чтобы сделать продукт за счет гранта, надо его делать с нуля. А текущие наработки использовать нельзя. Но, опять же, это исходя из того, то есть мы несколько попыток делали, это было до февраля, и упирались вот в этот блок. Что предлагаем? Мы в любом случае планировали эту работу делать, но по нашим силам это 2-3 года. С помощью грантов мы этот путь готовы пробежать за год. Поэтому предлагаем внести стадию коммерциализации наравне, как и со стадией пилотирования и проектирования, в рамке грантов. А продукты, которые, ну, критерии для продуктов, то есть какие, они там должны быть в реестре Минцифры уже, и там по ним должна быть действующая выручка. Ну, какая-то. То есть это предложение номер 1. Предложение номер 2. По критериям оценки потенциальных участников. Значит, на текущий момент, то есть, опять же, мы к продуктам про виртуализацию, нету такого критерия, то есть есть критерии, что если продукт, например, бесплатный для образовательных учреждений, ему плюс. Но, к примеру, нету критерия, если продукт в принципе бесплатный, то есть это комьюнити-версия, open source для сообщества и с целью развития сообщества. Поскольку мы разрабатываем продукт, который в результате будет open source, ну, и, опять же, со мной многие коллеги, кто в этой разработке участвует в том или ином open source, они согласятся. Предлагаю внести такой повышающий шанс и критерий, как разработка open source продукции. То есть она может быть с платной поддержкой, но она должна быть с открытыми исходниками, с возможностью бесплатного использования. Как преимущество для потенциального участника, который подается на грант. И еще один критерий, который тоже считаем важным добавить, на текущий момент, ну, то есть средняя и крупная компания, которые занимаются разработкой ПО, они, как правило, состоят из групп компаний. Какая-то компания интеллектуальной собственности хранит, какая-то там занимается оборудованием и так далее и тому подобное. Так вот, при подаче на гранты сейчас учитывается, если смотреть по группам компаний, то учитывается только общая выручка. А, например, общая интеллектуальная собственность, активы, инфраструктура не учитывается. Пример из жизни. То есть у нас есть компания, которая занимается разработкой ПО, она занимается только разработкой ПО, она в группе компаний состоит. У нее только разработчики и лицензии. Больше у нее ничего нет. У нее нет ни инфраструктуры, у нее нет ничего. То есть инфраструктуру она получает от материнской компании. Как кадровое дело производства и так далее. С точки зрения текущей процедуры, эта компания ничего не может. Вот, поэтому предложение заключается в том, что добавить учет ресурсов тех или иных групп компаний также в рамке грантов, не только выручку, как сейчас. Все описанные предложения, которые я сейчас рассказал максимально кратко, у нас есть прямо по пунктам с формулировками, с предложениями. Готов там уже после выступления поделиться, обсудить. Спасибо. Спасибо вам. Что я могу сразу сказать, что критерий open source 100% да. Это даже не обсуждаемо. Это очень хорошее предложение, потому что это дает возможность до последующего переиспользования даже коммерческих сборок. По тому, чтобы ресурсы подтверждать могла материнская компания. Окей, проработаем. Тоже вроде все разумно. Если они будут отвечать за то, чтобы это было, согласен. Теперь я не совсем понял вопрос по поводу продукта. Еще раз. Если мы говорим про… Вот простой пример. Система виртуализации. У вас есть какая-то текущая версия системы виртуализации. Она может не соответствовать. Если вы находите крупного заказчика, который говорит, окей, я понимаю, что я могу. Крупный заказчик имеет в виду, что у него достаточно большой объем виртуализированной инфраструктуры. Банк, я не знаю, СОД, который готов сделать ставку на этот продукт и на вашу команду в этой части. И он говорит, слушайте, я верю в них. Я готов, значит, взять на себя, значит, финансирование, разработки, там, конкурентной системы виртуализации, которая будет, там, понятно, может быть, немножко хуже, чем ВИМВары, но, соответственно, там, значительно лучше и соответствует нашим потребностям. Если мы понимаем, что это продукт, на котором мы можем основывать нашу работу, то, конечно, мы это поддержим. То есть в этом смысле, ну, когда вы говорите, что у вас есть текущая версия, она там не соответствует. Но вопрос только в том, что все-таки нам нужен какой-то заказчик, потому что мы не знаем в этом смысле по коммерческим, корпоративным продуктам, насколько вот здесь, ну, как бы ваша экспертиза, ваше мнение соответствует мнению потенциальных покупателей. Поэтому нам нужен значимый покупатель, который скажет, да, я верю в эту команду, я верю в ее возможности, я вижу первую, там, версию продукта, я верю, что они, там, значит, в моих интересах могут не за три года это делать, а за год, если я… И он готов в эту тему вписываться и на своей инфраструктуре развернуть и показать, как это работает. Вот. Если все-таки мы говорим, что в нашем случае, вот в вашем примере, система виртуализации – это пользовательский продукт, и вам нужно взять денег как разработчику напрямую, здесь у нас, конечно, будет история, потому что виртуализация, конечно, в нашем понимании, не пользовательский продукт. Это не масс-маркет, это все-таки кооперативный рынок. В данном случае, конечно, надо честно признать, что экспертиза, которая может разобраться в качестве продукта, в его, значит, там, возможности, там, приблизиться к необходимым, там, зарубежным, тем самым, ну, это большая сложность. И чести хорошего заказчика, хороший заказчик, я не знаю, там, региональный ЦОД, банк, который скажет, я верю, и мне нужен такой продукт, и я готов нам свои 20 рублей на 80 рублей, которые вложит федерация, дать. И это для нас критерий. Вот. Ну, я не знаю, ответил я на этот вопрос или нет. Ну, потому что мы не сможем дать на виртуализацию денег на прямую разработчику, потому что мы не понимаем, значит, глубоко, и нет возможности разбираться у нас в супер преимуществах или, значит, недостатках и потенциальной команде, значит, мы же не венчурный фонд здесь в данном случае, вот, для того, чтобы понять, может ли вы из версии 1 сделать версию необходимую, к сожалению. Вот. Нам нужно здесь между нами и вами поставить заказчика, который, так сказать, релевантный. Вот. Понятно, что грандобывающая, опять, там, фабрика нам, к сожалению, не подойдет здесь. Вот. Если ответил, хорошо, если не ответил, ну, как мог ответить. Вот. Да, еще есть вопросы по грандам? Макс Сергеевич, мы от Вячеслава в любом случае получим этот материал и по open source это имплементируем в проект конкурсной документации и доложим. Да, хорошо. Так, значит, по грандам еще есть вопросы? Александр, ну, если вы ничему, Бакланов, я имею в виду, ничему не соответствуете, вам нужно, вы эфируете? Конечно, нужно, Максуд Игоревич, да. Потому что мы тоже являемся налогоплательщиками. И тоже можем задать вопрос по поводу поддержки, которая может... Да, конечно. Максуд Игоревич, вот мы с вами уже там... Я уже задавал вам ранее вопрос, вопрос по грантам. Но, понимаете, дело в том, что вот я сейчас посмотрел, подумал, минимальная сумма гранта 20 миллионов рублей софинансирования. Нет, нет, извините, у нас есть гранты у Бортника, по-моему, 4, да, Павел ушел со связи, по-моему, 4 миллиона рублей, и 4 миллиона грант не предполагает софинансирования, извините. Поэтому сумма 20 уже значимая просто. А на 4 миллиона, давайте, это как раз MVP, это там прототип, это условно небольшие деньги, где вы можете какую-то идею обкатать. И здесь нет требований, да. Я просто договорился, вопрос, смотрите, просто грантовая поддержка, которая сейчас, как я понимаю, планируется оказывать, она оказывает, сможет оказаться на тех условиях, которые есть, там, деньги показать на счете эти 5 миллионов, это помогать таким компаниям, которые там уровни, там, Яндекс, крупные IT-гиганты, у которых и так есть деньги, которые и так делают свои продукты, которые на это... У них и так есть на это ресурсы. Какая им нужна... Саша, еще раз, Саша, да просто время не тратим, 4 миллиона без всяких обязательств идете, защищаете концепцию MVP, софинансирование показывать не нужно. Но 20 миллионов – сильно большие деньги, чтобы, значит, делать это без софинансирования. Хорошо, и тогда второе... 4 миллиона, если нет у вас, ну, в этом смысле, какая-то градация должна быть, то есть без софинансирования 4. Вот 10, что... Обсудим увеличение до 5. Да, здесь не нужно показывать деньги, не нужно быть Яндексом и так далее. Хорошо, вот у меня вопрос такой, то, что если мы... У нас нет залогового имущества получить кредиты, ну, такого, который необходим по льготной ставке, у нас не сотрудники без высшего образования, которые проработают... Пейте, пожалуйста, я все понял, у вас же это вы подробно написали, я уже прокомментировал. Ну, а какую поддержку мы можем получить, кроме фонда Бортникова, в котором пишут, что там могут получить гранты только студенты? Вот в чате. Почему? А почему только студенты? Нет, студенты просто как раз похожи на вашу компанию, если у вас... Студенты даже, так понимаю, высшее образование получают, у вас нет высшего образования. Я так понимаю, что вы написали по сотрудникам. Ну, еще раз, я слышу, Александр, ну, не могу ничего прокомментировать здесь дополнительно. Я же свое мнение сказал. Если вы считаете, что у вас есть потенциал, минимальные пороги вхождения – это в программу Бортника. Если вы имеете возможность получить 4 миллиона, показать результат, то мы потом сказали уже, если вы получили 4 миллиона, мы вас по фасттреку двинем дальше. Если вы за 4 миллиона получили и не можете найти 20% на субфинансирование следующего шага, ну, я не знаю, может быть... Ну, нам же нужны какие-то критерии успеха, мы же не можем в этом смысле, ну, абсолютно вертолетно, классным ребятам, значит, просто без всяких вообще обязательств, критериев обременения, значит, требований разделять деньги. Ну, Александр, понимаю недовольство ваше, принимаю его, но мы делаем все возможное. Я здесь только могу, так сказать... Ну, просто у нас с одной стороны, видите, 240 тысяч, зарплата маленькая, давайте увеличим, ну, что немножко выглядит, как это... Диссонирует с требованием, значит, до 60 тысяч требуется снизить для ипотеки. Вот, ну... Так, Александр, вы, ну, как бы, можете придавать на гранд Бортника. Вот. Если вы бы сказали, что, ребят, дайте... Мы можем понимать, ну, нам не 4, а 6, ну, тогда мы, наверное, могли бы конструктивно это обсудить. Спасибо. Все, коллеги, по грандам больше нет вопросов? Так. Дальше еще раз, коллеги, как мы говорили, тут я вижу вопросы по УСН, значит, еще раз, потому что я понимаю, что, к сожалению, наверное, да, это не доходит до всех как-то быстро и понятно. Значит, мы предлагаем регионам, так как УСН – это региональный налог, он поступает в бюджет субъекта, у регионов есть программа поддержки малого бизнеса, мы предлагаем сделать льготную УСН либо 1% минус, значит, вместо 6, либо разницу, значит, между доходами и расходами сделать 5, а не 15. Значит, это правее решение принять по налоговому кодексу губернатор, он своим решением издает региональный закон и такие льготы предоставляет. В нашем понимании льготы должны иметь компании, которые отвечают одному из двух критериев. Первый критерий – это наличие в реестре зарегистрированного ПО и второй критерий – наличие аккредитации в Минцифре. Все, вот, коллеги, здесь, значит, эту часть я прокомментировал. И второй, из налогового кодекса мы убираем, я тоже это вижу, постоянный вопрос, в третий раз я говорю, из налогового кодекса мы убираем критерии по численности. То есть налоговыми льготами смогут воспользоваться организации, которые соответствуют критериям по выручке и по источникам этой выручки, значит, не являются ИП, потому что ИП мы, к сожалению, не можем включить. Это наше серьезнейшее разногласие с налоговой, но мы его преодолеть не можем сейчас. И второе, соответственно, имеющие хотя бы там, не указываем сколько сотрудников. Нет у нас такого требования больше. Поэтому вот в этой части я, собственно, сказал, значит, по налоговым льготам мы в завершающей стадии, значит, по согласованию поправок ВНК, значит, выглядит эта модель все-таки следующим образом, что еще раз налоговые льготы получат те компании, которые внедряют российский софт, даже если этот софт им не принадлежит, условно имеем все, значит, как раз стимулируем софтовых интеграторов, которые будут дальше предлагать и внедрять российские продукты, становиться партнерами успешных российских разработчиков и внедрять эти решения в жизнь. Значит, налоговые льготы должны получить компании, которые получают доходы от подписки или продажи рекламы на своих сайтах, на своих приложениях и так далее. Значит, и те компании, которые, значит, предоставляют, значит, платный доступ или там, ну, доски объявлений, вот всевозможные агрегаторы и так далее. И последнее, это те, кто продает, разрабатывает и продает программно-аппаратные комплексы. Вот. Мы планируем добавить в реестр российского ПО отдельную ветку, связанную с программно-аппаратными комплексами. Вот. Да. Да, коллеги, по льготному кредиту еще раз. Смотрите, пока конфигурация выглядит так. Значит, трехпроцентный льготный кредит получит компания под исполнение проектов, связанных с новыми разработками, значит, или с исполнением каких-то важных контрактов больших либо государственных, либо проектов от промышленности, бизнеса, экономики. Вот. Значит, крупные компании, которые вас, я так понимаю, больше всего здесь расстраивают, Яндекс и все остальные, они смогут получить льготный кредит как системообразующий под 11%. Вот. Это пока то, что у нас вырисовывается. Вот. Значит, сейчас обсуждаем отдельно оборотку для малого бизнеса. Это вопрос у нас в Государственной Думе находится. И отдельно обсуждаем все-таки историю, связанную с, значит, залоговым каким-то гарантийным фондом, ну, то есть для того, чтобы снять риски, и пытаемся согласовать, как можно нематериальный актив ставить в качестве объекта залога. Ну, банки, даже если мы это продвинем, то есть легализуем, с точки зрения практики, банки же все равно решения о кредитах будут принимать самостоятельно. Вот. И в этом смысле, ну, это их право отказывать. Мы не можем здесь навязывать определенные условия, потому что кредитные риски несут они. Мы компенсируем только часть процентной ставки, надо понимать. Вот. Поэтому, значит, готов ответить на вопросы. Виктор, можно говорить, да, Виктор? Добрый день, Максут Игоревич. У меня в вопросе, ну, постараюсь достаточно кратко. Мы существуем порядка 20 лет, занимаемся очень тяжелым продуктом, это МЭС-система оперативного управления производством, которая, в общем, тяжелее, чем ЕРП. У меня тут в прошлом году появилась книга, которую я опубликовал, первая книга в России по МЭСам. У нас, ну, это как бы вступление. У нас образовался кассовый разрыв, точнее, не образовался, а образуется. Мы оформили кредит в Збере под 18%. После обращения, можно ли оформить льготный, нам, в общем, ничего не ответили, сказали, мы не знаем, в общем, никаких распоряжений не было. То есть, вот как работать со Сбером, если они не в курсе льготных кредитов для IT? Можем ли мы что-то переоформить? Виктор, значит, только вчера правительство выделило деньги на компенсацию процентной ставки по льготным кредитам для IT-компаний. Вот, еще раз, это же не мера, когда ЦБ может просто выдать, или мы можем выдать какое-то предписание, и банки начнут выдавать кредит с другой ставкой. То есть, для того, чтобы эта схема заработала, мы должны нашими деньгами отвечать за выданные кредиты вот в части этой дельты между коммерческой стоимостью и стоимостью, значит, той ставкой, которой предлагается IT-компания. Значит, поэтому эта мера заработает, я думаю, в течение ближайших двух-трех недель. Поэтому Сбер пока вам не может ничего сказать в этой части, но возможности переоформления кредитов не будет. То есть, можно будет получить новый кредит, если это будет соответствовать нашим критериям. Я не знаю, ответил ли я, понятно, но такая ситуация. Так, еще кто-то хочет по льготным кредитам что-то сказать? Так, коллеги, давайте тогда, ну, будем подводить плавные итоги. Давайте я посмотрю еще, что здесь. Значит, по поводу системы назначенных. Еще раз, системы назначенные нужны были для того, чтобы всех сотрудников освободить от призыва. Я сегодня в третий раз об этом буду говорить. Мы предложили Минобороны определенные критерии под системы значимой, не смогли договориться с коллегами, поэтому расширили максимальную перечень специальностей, которые будут освобождаться. Но, значит, системы назначенных, системы образующих у нас сейчас, к сожалению, нам продвинуть не удалось. То есть, это, значит, вот. Да, все, что касается экспорта, будет поддерживаться кредиты, это будет один из приоритетов экспортной, значит, продажи программных продуктов. Значит, в данный момент требования Refitter, Frit, уже все, уже. Да, ГЧП по контракту это господдержка в чистом виде. Можно претендовать на гранты, на льготные кредиты одновременно. Вряд ли в рамках одной сделки это возможно. Хотя мы подумаем, потому что вот Александр, значит, Бакланов, который нас критикует, он, в общем, здесь правильные вопросы задает. Возможно, если ты получил грант или имеешь предварительное подтверждение, что ты имеешь возможность получить грант, то, возможно, мы поможем с кредитом под 20%. Но еще раз, это не факт. То есть, коллеги, вот пока мы думали про это, но мы можем не пройти по критериям. Тогда получается, что и там, и там государство отвечает за эту историю. Так, вопрос не по теме. Вопрос, какого периода выполняется с учеником доходов с рекламы в долю 90%. Смотрите, нам, конечно, нам удастся уменьшить критерий 90% в раздел 70%. Это, кстати, тоже очень важные наши достижения в дискуссии с Минфином, что мы не 90% критериям делаем о 70%. Но пока мы очень надеемся, что он пройдет, но гарантировать опять не можем. Скажите, какого периода планируется? Ну, как налоговый кодекс будет принят, так и, собственно, на следующий период заработает. рассмотреть включение внутриреволюционного дохода процента от депозитов. Хорошо, понятная тема, подумаем. Значит, да, 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 я согласен. Значит, у нас Никитин здесь? Нет. Ну, в общем, это ему надо дать, потому что как раз вот сегодняшнее совещание с Минфином можно взять. Сиди с приказом ЦБ по оплате аванс только в размере 30 процентов есть угрозе? Так, я не очень понимаю, что за приказ ЦБ оплата аванса только в размере 30 процентов. Я, честно говоря, вот этот приказ ЦБ по оплате аванса только в размере 30 процентов не знаю. Я знаю даже, что по госзаказам аванс обязательно поднимается сейчас до 50 или 70 процентов. Ну, то есть здесь как бы... Значит, смотрите, кто такие системообразующие компании. Системообразующие компании – это не достижение IT-отрасли, это в целом, значит, экономическая категория, которая введена Министерством экономического развития нашими соседями здесь по зданию. Значит, системообразующие компании – это компании, которые государство отдельно как бы контролирует, пестует, значит, и заботится о том, чтобы они не, так сказать, продолжали эффективно функционировать. Значит, системообразующие компании для отрасли IT критерий один – полтора миллиарда выручки. Вот. В случае, если критерий, значит, он базовый, если полтора миллиарда есть, вы имеете право предназначить на включение в систему системообразующие. Это фактически автоматом, если вы достигаете этого критерия, можете… Значит, второй вопрос – это если у вас какой-то суперважный продукт, который включен в реестр, то, значит, правительственная комиссия целая готова такие заявки рассматривать в порядке исключения, если Минцифра сможет доказать, в чем уникальность этой компании с этим продуктом, имеющая важнейшее значение для, там, я не знаю, экономики, обороны страны, вот прямо принципиально важно. То есть, вот, включение в систему образующие влечет за собой одну обязанность, одну возможность. Одну обязанность – это сдавать еженедельную отчетность, значит, Министерство экономического развития в большом объеме, то есть, это большая отчетность. И второе – это возможность получать оборотные кредиты под 11% под оборотку. Вот. Еще раз, для отсрочки в систему образующие не прошли. Коллеги, я не знаю, вот в данном случае я уже тут, это самое, будет опция кредитной линии на год, да, опция кредитной линии на год будет, потому что чем больше, чем короче кредит, тем нам выгоднее, потому что мы, соответственно, меньше объема возмещения из бюджета обеспечиваем. Поэтому, точно, мы затяжены в максимально коротких кредитах. Коллеги, ну, наверное, я тогда закончил, просто вот, уже у нас и время подходит, следующее совещание у нас с операторами связи тут. Поэтому большое, большое спасибо за формат, опять же, в следующую пятницу встретимся. Александр Бакланов, не расстраивайтесь, мы будем думать, как вам помочь, правда. Я понимаю ваш скепсис, но, коллеги, ну, к сожалению, мы делаем все возможное, в данном случае, конечно, мы хотели бы, чтобы все все получили без каких-то критерий требований, просто в большом объеме и все были счастливы. Но, к сожалению, нам это невозможно, недоступно, вернее. Ну, и так же, как по другим отраслям, тоже нет таких вот программ безусловного. И то, что сейчас уже происходит с точки налоговых льгот, там, то же самое УСН, на который мы сейчас будем с регионами, каждым отдельным регионом отрабатывать, коллеги, нам кажется, что это, ну, наш посильный вклад. Просим, как это, понять и простить. Все, коллеги, спасибо большое, всем хорошего настроения, до свидания.